Чокс На самом деле чокс существо сложное. Мы контактируем постоянно с разными людьми. И одновременно мы находимся в разных процессах. Вы сидите на группе, повышаете свою квалификацию, слушаете что-то интересующее для вашего развития, для ваших отношений с близкими. При этом вы уже какое-то время не кушаете, не пьете воды, но все еще дышите. Следовательно, у вас актуализировано одновременно довольно много потребностей. И все они находятся в определенной очереди. Кто-нибудь видел, как стоят в Одессу или в Сингапур корабли на рейде? Все они стоят в очереди. Один корабль, за ним другой, первый заходит в порт, остальные двигаются. И вот так, если повезет день, если повезет два месяца, корабли стоят на рейде. Два месяца, наверное, не как. Ну, может и стоят в крупной порте, я думаю, что так происходит. Это все называется принципом, который известен со времен гештальпсихологии под названием принцип на букву Б. Я понял. Прегнантности. Спасибо. Принцип регнантности. В чем заключается принцип регнантности? Вот это важная вещь. Это как раз терминология, которую Курт Левин вытащил из вот этой самой берлинской школы гештальпсихологии. По сути, принцип регнантности определяет следующее. Что одновременно актуальной, может быть, только одна потребность. Ну, или в терминах, соответственно, гештальпсихологии, например. То, на что вы обращаете сейчас внимание, например, если вы смотрите на эту, ну, картину с Джобсом, она является фигурой, все остальное является фоном. Вот соотношение фигур и фоном как раз и подчиняется этому самому принципу регнантности. Поле может быть беременно, но слово регнантность, очевидно, отсылает вас к семантике английского слова pregnant. Соответственно, беременность. Быть беременным. И вот, собственно, поле может быть беременно одной фигурой, все остальное является фоном. Так вот, если одновременно у человека актуализировано несколько потребностей. Можно нарисовать другим хромастерам, да? То они, соответственно, находятся в очереди. И первыми удовлетворяется та потребность, которая оказывается наиболее сильно возбужденной. Та напряженная система, где давление выше. Понятно? Например, если вы слушаете лекцию, вам интересно. И, собственно, ваша потребность, там, не знаю, в новых знаниях. И, соответственно, ваше перцептивное поле делится таким же образом. Доска, я, если я говорю, все еще пока интересно, мы находимся в фигуре. Все остальное является фоном. Другие люди, камера, шарики, которые висят, и даже это прекрасное мандариновое дерево. Все остальное уходит в фон. Потому что ваша потребность сейчас в новых знаниях, она, собственно, определяет вашу психологическую активность. То есть, ваша потребность будет еще и ваше восприятие определять. Наверняка вам это знакомо, когда вы идете по какому-нибудь городу, спешите, незнакомы, например, жутко проголодались, но идете и не можете нигде остановиться, и кругом предательские надписи. Кафе, ресторан, булочная. Кругом вы видите только то, что соответствует вашей потребности, что доставляет вам страдания. Если вы вдруг решили, что вы хотите купить новую машину, и положим, это новая машина какая-нибудь, ну, не знаю, какая, то какую машину хочется купить. Infinity. Infinity. Какую Infinity? Большую. Большую Infinity. Красный. FX. FX Infinity. И вдруг, в какой-то момент, когда вы решили купить, подумали, что вы хотите купить Infinity, замечали ли вы, вы выходите в город, и где раньше не было вообще Infinity, кругом ездят одни Infinity. Замечали такое? Да. Это довольно часто происходит. Ваше восприятие обусловлено потребностями. Это значит, с другой стороны, что ваша психическая активность сейчас работает на эту потребность. Внимание, хотите вы того или нет. Это происходит помимо вашего желания. Даже если вы решили, есть я не хочу, не хочу есть, не хочу, не хочу, а рука к холодильню, когда вы ничего не можете сделать, ее оттягивать, я не хочу есть, не хочу. Но она уже открывает холодильник, понимаете, да? Это важная вещь. То есть, почему об этом мы говорим? Почему, например, мы спрашиваем вас, ребята, о чем вы хотите сейчас? Не потому, что мы с геном идиот, но, по крайней мере, не только поэтому. И не столько поэтому мы апеллируем к тому, какие желания сейчас проявятся. Мы говорим, вы хотите, может быть, сейчас лекцию, или сессию, или какое-то упражнение сделать. Почему это важно? Потому что ваша психическая активность будет реализовываться исключительно в рамках фигуры. Вот Курт Левин проецирует вот это понятие фигуры и фона на личность в целом. И в этом смысле вполне условно. Вот это сейчас мы примем условно, потому что фигура и фон – это не только потребности. Фигура и фон – это любые феномены. То есть, в какой-то момент эта потребность оказывается в фигурной психической деятельности происходит в рамках, собственно, этой потребности. Поэтому, если вы хотите сейчас кушать, например, или все думают о сессии Аллы, а мы заставили вас слушать лекцию, то, скорее всего, к концу лекции вы не усвоите 15% материала, который был там. Почему? Потому что вы жили в другом месте. Знакомая, наверное, история. К примеру, там, не знаю, вы с кем-то поговорили, решили, что сегодня весь день вы проведете под пледом с чашечкой чая и будете читать книгу в диалоговую модель гештальтерапии, понятное дело, или психотерапия, фокусированная на переживании, или психотерапия как путь формирования реальности вы убираете из этих трех, понятное дело. Вот, открываете ее, и тут вам звонят. И звонит вам человек, значимый человек, вот, с которым у вас непростые отношения. И вы с ним начинаете выяснять отношения и ссоритесь, к примеру. Кладете трубку, и осадочек остается. Но вы же себе поклялись, что будете книгу читать. Правда, открываете книгу, читаете. Вот оттуда взялась старая детская поговорка, известная вам, смотрите в книгу, а видите фигу. И вот тогда, знакомлю в это ощущение, что вы читаете 2-3-5 страниц. А что сейчас было? Вообще, ну хоть что-то, хоть строчку, помните? Скорее всего нет. Почему? Вы живете сейчас в другом месте, на другом этаже, в другом отеле. Вы не здесь, понимаете, да? То же самое происходит и в контакте. Замечали ли вы? Вот встречаетесь с другим человеком, а у вас, ну, башка полна чего-то другого. И вы контактируете с этим человеком, и в общем, вы не живете здесь, вы отсутствуете. Или вам кто-то рассказывает, понимаете, что его здесь нет. Почему? Он в другом месте. Хороший, но у человека всегда где-то есть. Поэтому, если его нет здесь, он где-то в другом месте. В этом задача терапевта заключается. Например, когда терапевт, ну, садится, напротив клиента, клиент ему что-то рассказывает, но в общем, в этом нет жизни. Вот как Варик спрашивает, а что делать, если оттуда нет? Это может быть потому, что клиент живет в другом месте. Просто он пришел на терапию, планировал утром сегодня рассказать о том, как его задолбала жена. И рассказывает, план просто такой реализует. Но он живет уже не там. Вот на вас, ну, как на терапевт, это тоже, наверное, он накладывает сильный отпечаток. Если перед вами сидит клиент, а вы думаете о том, что надо бы вам напостирать джинсы, вот, или надо бы вам еще заработать немножко денег, чтобы, наконец, съездить в отпуск с мужем или женой, в зависимости от вашего пола и сексуальных предпочтений, то, в общем, вы не будете в контакте с этим человеком. А именно за это вам платят деньги. Ну, помимо вашей квалификации, безусловно. Даже при самой высокой квалификации, если вы отсутствуете в контакте, вы не стоите ни копейки. Вот. Поэтому очень важно, чтобы, собственно, ваша психическая, ваша активность происходила в зоне вот этой самой фигурной потребности. Поэтому уж лучше взять снова телефон, проговорить, позвонить снова дмитрючок и продолжить разговор, либо хотя бы поговорить о накипевших чувствах с соседом или там, кто остался в этой квартире и не ушел еще на работу, и после этого начать читать книгу. Понимаете, да? Вот оттуда, это, собственно, такое бытовое выражение завершить свой гештальт. Понятно? Вот. Дальше. Это важная вещь. То есть все эти потребности встают в очередь. И если вы слушаете лекцию, но я решил эту лекцию читать долго, кстати, видео еще не остановилось, отлично. Если лекцию читать долго, вот, и вам неловко уж сказать, Игорь, а не мог бы ты остановиться, мы хотим кушать, то спустя какое-то время этот процесс все же произойдет. Вы будете думать больше о еде, но чем о лекции. Понимаете? Хотя, возможно, 20 минут назад потребность, соответственно, в новой информации была фигурной. И вы усваивали материал. Но в какой-то момент, собственно, когда эта потребность становится выше, давление в чем измеряется в физике? В паскалях? Положим, собственно, давление, условно говоря, из метафора, это действительно. Ну, здесь, там, не знаю, там 20 кП давления, а здесь, соответственно, 10. Но с течением времени лекция продолжается уже 6-й час. Вот. Здесь давление вырастает и становится 25 кП. в паскале. Что происходит с вами? Как только оно становится 21 или там 21 десятая, сначала с перебоями вы волей себя заставляете вернуться в лекцию, а потом все больше начинаете думать о еде. В течение какого-то момента я должен быть довольным наблюдателем, чтобы констатировать, что я вас потерял. Почему? Потому что вы находитесь в другом месте. Происходит, будет происходить это в разной, конечно же, очередности. Кто-то сломается раньше, кто-то позже, кто-то, ну, в зависимости от соотношения этого давления. Понимаете, да? Вот. Но если вдруг, к примеру, сюда, в это помещение, вдруг врываются какие-нибудь люди, не знаю, шумные и голые, например, вот, то в какой-то момент, даже если вы очень хотели есть и уже не слушаете лекцию, в какой-то момент ваше внимание будет приковано к ним. Вот. И вы внимательно будете обращать внимание на то, что они здесь делают. Или просто зайдет какой-то шумный человек, охранник, и скажет, что же здесь сидите, субботу, вашего ведущего день рождения, уходите отсюда. И на какое-то время вы забудете о том, что голодны. Или если, ну, например, собственно, будет продолжаться какое-то время еще лекцию, будете голодны, но воздуха будет все меньше. Они первые это почувствуют. Вот. А потом остальные, у вас начнет кружится голова, мужики здесь продолжают бегать, и даже на них вы уже не обращаете внимания. Понятно. Так устроен принцип прегнатности. Это понятно? То есть, та потребность, которая сейчас является наиболее сильно возмущенной, будет определять вашу психическую активность. Хочу тут вас предупредить, что по ходу терапевтической сессии, когда вы будете работать с клиентами, эта динамика прегнатная может меняться много раз. И другими словами, будьте внимательны. То, что скажет вам клиент в первых там словах, и скажет, я хочу вот это, вот это, не значит, что через 3 минут разговора фигура и фон местами не поменяются. Вообще вся ситуация радикально изменится. Вообще достаточно, чтобы в ситуации появилась какая-то, не знаю, новый элемент, который тут же ее трансформирует. Вот просто фраза, сказанная клиентом, не знаю там, или там выражение его лица, или там, не знаю, увлажнение глаз, может изменить весь ход сессии. Понимаете? Потому что это станет фигурой, все остальное станет фоном. Вся ситуация изменится. Пока про потребности внутреннимся дальше. Понятно, как это происходит? то есть, поэтому, довольно важно, для того, чтобы быть здоровым, счастливым, а самое главное, не самое главное, и эффективным, например, вам нужно внимательно следить за тем, в каком месте вы сейчас живете. То есть, какая потребность сейчас для вас является актуальной. Поэтому для вас важно развивать вот это чувствительность. Что я хочу? Что я хочу? Что еще чувствую? Как я отношусь к происходящему? Хочу ли я, чтобы это продолжалось? И прожить следующие 50 лет. А можете сказать, ну, хочу ли я все еще продолжать слушать лекцию или хочу уже сделать передов? Понятно, да? Вот, поэтому, собственно, вовремя обнаружить, какая сейчас напряженная система более актуальна, и, собственно, тогда вы можете ее реализовать. Это понятно? Задача терапевта внимательно следить за происходящим. Усложняем. Да, вопрос? Я так понял, что центральные это физиологические потребности, да? Не обязательно. Физиологические потребности как раз периферические, потому что вы о ней все знаете. Когда захочешь писать, поверь, ты узнаешь об этом. То есть с ними как раз все проще, на самом деле. Гораздо... А мы можем чуть-чуть приоткрыть окошко, чтобы вы не начали навырубаться по ходу, потому что... А у меня здесь дверка. Ну, все-таки свежий воздух оттуда, наверное, лучше поступать. Если станет холодно, просто дайте знать, и мы закроем. Как правило, центральными потребностями как раз не физиологические являются, а социальные потребности. Как это происходит? Сейчас мы начинаем говорить о центральных внутрилечественных властях. Пока все просто. Мы пока, если вы заметили, реагировали, ну, говорили только о периферических внутрилечественных властях, понимаете, да? Только о потребностях, которые сознаются. Но некоторые потребности не осознаются. Почему это происходит? В гештальтерапии, в теории поля нет понятия бессознательного, да? Как вот, например, психоанализ. Здесь бессознательное, оно в этот мешочек при помощи, не знаю, к примеру, вытеснения попадает. Например, на репрезентации травматических событий отправляются, соответственно, за пределы осознавания и даже за пределы предсознательного, собственно, и теперь их нужно оттуда откапывать благодаря принципу методу свободных ассоциаций и их интерпретации. То есть здесь, например, такая штука. Каждая потребность, когда появляется и мы ее осознаем, проблема заключается в следующем. Что на самом деле потребность, она не просто потребность. Потребность предполагает то, что теперь нужно за нее отвечать и что теперь нужно с этим что-то делать. А если с этим что-то нужно делать, то, соответственно, с потребностью всегда связан комплекс еще довольно важных вещей. Например, чувства. Например, если у вас появляется какая-то потребность, вы пытаетесь ее удовлетворить, а кто-то вам говорит не дам. Ну, например, вы решили прийти к папе или маме похвалиться, что у вас что-то хорошо получилось. Ну, например, одеть куклу самостоятельно. Вы одели, пришли, показали мамы мама смотри у меня получилось она смотрит на таком и дальше продолжать заниматься своим занятием вы наконец-то получили первую пятерку школе пришли и сказали мам смотри посмотрим что будет еще в конце месяца вот когда вы получили четверку и тройку она увлеклась коллами игре того ты будешь таким же дебилом как вы старший брат понимаете да следовать на походу например вы хотите что-то например игрушку магазине мама папа купи мне нельзя ты должен заслужить или денег нет или что-то еще и вот в этом месте когда есть возбуждение останавливается но вызывает также еще чувство понятно злость гнев страх вину стыд обиду и так далее часть из этих чувств это не самая главная проблема отец у всех всем всем не покупали игрушки надеюсь потому что если вам всем все покупали боюсь что беда была бы хуже с вами чем если бы вам какие-то ограничения стали ограничения важны если не будет ограничения психика не появится психика появилась момент фрустрации чувства не могут появиться без фрустрации мысль не может появиться без фрустрации если обезьяна все время буду доставать лапой банан ей не придет гол помнить как в том эксперименте взять палку понимаете мысль не появится из обезьяны не появится человек и все здесь присутствующие вот понятно да то есть если вам все соответственно ну ваш подремство удовлетворяется немедленно сразу то вы будете похожи на людей как в том анекдоте про немого мальчика все помните от нее жил был не мой мальчик все в семье было хорошо но вот единственная трагедия семьи мальчик немой вот и вся семья соответственно от этого страдает врача мы вводили на психотерапию вводили только не гештель-терапевта мы точно не делал эфироманический терапевт вот запытались с ним что-то делать током били лукалы измолись но все мальчик немой все смирились и вот значит очередной раз садится вся семья за обед всем накладывают еду наливает супчик это первое вот тут сажист мальчику ставят он начинает есть смотрит вам говорит вам так так не досолено все в слезы наконец-то заговорил васенька да что ж такое да какое-то счастье бабушка становится на колени молиться господом благодарю тебе господи все счастливы один ребенок и так и чё вы радуетесь он видно тысяч заговорил я всегда умел говорить наши что раньше молчал так всегда же досолено если ваши потребности удовлетворяются немедленно место для психики невозможно ни для одного психического познавательного процесса в данном случае речь была описана вообще-то то же самое касается мышление и всего остального эмоций понятно да вот такая важная вещь так вот попутно с этой потребностью появляются эмоции вот такие чувства и тут возникает проблема можете ли вы с этим распоряжаться в самих ограничениях нет ничего плохого но те реакции которые вызывают эти ограничения дальше стоит вопрос как с этим вы обращаетесь в этом контакте и дальше появляется следующий то есть если вы говорите там соответственно свой злости например но родителям они способны с вами докладывать да я слышу ты слишься давай договоримся в следующий раз так то вы приняты своей злости вы можете переживать в контакте с родителями вы например соответственно чувствуете какую-то вину например за разбитую чашку приходит мама миша с тобой есть им не так пустые на стыдные вы говорите но от не обязательно на дифференцировать в возрасте маленьком стыд и вину, например, а то, что я разбил чашку, мама говорит, да ничего страшного, купим новую, будь осторожный в следующий раз. Если, например, вашему братику покупают что-то, что они покупают вам, и вы чувствуете ревность, зависть, и, соответственно, мама говорит, ты что, тоже такое хочешь? Да. А мы пойдем в магазин и посмотрим, ну, что бы ты мог купить, ну, что бы могли тебе купить, можете что-то другое. В любом случае, все равно, важно, что вы с этими реакциями приняты. И вот, в зависимости от степени этого принятия, с реакцией, ваше осознавание потребностей может быть более или менее дешевым или дорогим. Вы приходите в магазин и видите, продаются, например, какие-нибудь кроссовки, лакостно, и они стоят, например, 50 долларов. Нормальная цена? Купите? Нет. Да нормальная цена для лакостно. Они могут 100 евро, 100 долларов, а приходите, они стоят 1000. Что сделаете? Вряд ли купите. Если они обычные из скэжуал коллекции, ну, вряд ли его купите, правда? Вот. Так вот, примерно происходит и здесь. Если все время сталкиваться с обидой, и в ответ на вашу обиду получаете агрессию родителей, и вы испытываете страх, и не хотите сыграть, то есть это дорого. Поэтому в какой-то момент вы предпочитаете не чувствовать эту потребность. Возможно, не забыть о ней, хотя это возможно, но ее не чувствовать. Вот удар происходит в этом месте чувствительности. То есть в месте признания, например, вы становитесь, а мне не надо ничего. Или как? Или я вообще ничего не хочу. Как это мой клиент сказал, я был хорошим ребенком, я никогда ничего не хотел. Человек перестает здесь чувствовать, понимаете, да? Потому что если он будет чувствовать, ему нужно все время осознавать и понимать, что он не может этого. Или что это страшно, или опасно, или стыдно, или виноват, или как-то еще. Поэтому в какой-то момент, соответственно, эти потребности перестают осознаваться в контакте. Следовательно, если он перестает осознаваться, то есть вот этот магнит притяжения к сенсомоторной зоне ослабевает, он оказывается здесь. То есть тупо веревочки перестают вытягивать его сюда, в центре. Все, теперь он тусуется с другими потребностями и больше не имеет контакта с сенсомоторной границей. Понятно? Облегчение, поздравляю вас, но есть одна проблема. То есть париться так сильно, человек перестал на эту тему, а сама эта потребность, уже будучи в контакте, с ней что-то произошло, нет, она осталась. То есть другими словами, эта потребность, здесь давление может время от времени возрастать. Даже если вы решили, ну в смысле уже забыли или не чувствуете, что вам нужна похвала, то соответственно вы все равно, эта система будет напрягаться. И ваш сын набьет таки кому-то лицо, например, из одноклассников, что вас наконец вызвали в школу и вы наконец бы с ним поговорили. Понимаете, да? Потому что эта потребность теперь все равно будет стимулировать. Но как? Вот Курт Левин говорит, да еще интересный, очень динамик, потому что здесь будет лежать вся природа любых симптомов, с которыми будет столкнуться второй день. Вот положим соответственно там, вот эти потребности понятны, например. Ну это что у нас было? Давайте вспомним, это потребность поесть, соответственно это потребность там учиться, например, да? Ну и например, потребность еще важна, выстраивание границ, давайте еще здесь нарисуем специально, например. И в какой-то момент, например, если человек понимает, что свои границы выдерживают дорого, они соответственно уходят сюда. Вот он теперь не слава богу, он безграничный, ему больше ничего соответственно не надо, границ у него нет. Что дальше соответственно возникает? Но система становится напряженной, давление возрастает и оно даже выигрывает конкуренцию по килопаскалям нашим, ну метафорическим у здесь возникающим потребностям, он не так хочет есть, не так хочет, что это было учиться, как собственно ему важно отстоять свои границы. А осознаваться эта потребность не может, возбуждение есть, напряжение растет, а осознаваться не может. Что дальше говорит на Курт-Леве? Давай я закончу эту мысль, а дальше ты задашь этот вопрос. Что говорит на Курт-Леве? У человека есть два способа, ну условно два типа способов, которым можно соответственно реализовать эту потребность. Первое. Условно назовем это диффузией, это диффузная разрядка. То есть когда собственно в равной степени, то есть человек, который находится внутри, он энергию всем передает в разные стороны, примерно в одинаковой степени. Ну и например там не знаю, истеричный смех, плач, соответственно какая-то там не знаю, выйти в лес, покричать, спеть песню или что-нибудь в этом роде, способствует тому, что это возбуждение соответственно в равной степени распределяется в разные стороны. Приходит жена с работы, например, и просто тихонечко плачет. Муж приходит, она плачет, говорит, не обращайте внимания, не плачет, плачет, плачет. Час поплакала, успокоилась, пошла готовить борщ. Утрирую немножко, ну примерно так это происходит. Или взрывом, например, это может быть каким-то, страхом, например, ну например, жертва сексуального насилия, которая, ну то есть фактически не в контакте вообще с событиями, воспоминает их плохо. Но время от времени, раз, например, в месяц или раз в два месяца, когда муж подходит к ней, все нормально, не занимается сексом и даже не испытывает оргазм. Это редкость, но бывает для жертв сексуального насилия. А в этот момент она просто вот почему-то вдруг испытывает жуткую панику, бросается в угол, закрывает лицо руками и кричит, не подходи ко мне. Это вот симптом, с которым она обращается за терапией. На следующий день, все будет хорошо. Он от нее отходит, он знает, он подходит, к ней утешает, успокаивает, возвращает, все, месяц-полтора у них все нормально. В 17 лет она была изнасилована, по дороге ездила к подруге в плейнерский лагерь, возвращалась, села в попутку, ее подвезли, изнасиловали двое мужиков и выбросили на дороге. Понятно, да? То есть потребность все равно останется. Если, например, второй способ, который у вас есть, это перетирать с соседями. Ну то есть если у вас, если вы центральной внутренней области, у вас вокруг много находится людей, вам нужно туда к выходу. А здесь стоит Лена, Таня, Ира, вот так вот. Что вы делаете? Вы, значит, ищете, да, и у них все их задачи, помните, так, на детскую игру, я не знаю, нужно пройти, а не пускают. То вы договариваетесь с этим, потом с этим, потом с этим и выходите. Ищете слабый звенок, где вы можете выйти. И вот, соответственно, через соседей эту энергию передают сюда, сюда, потом сюда, например. Что происходит? Он начинает жрать. Или, например, что он делал? Он сюда? Начинает учиться. Или болеет. Или болеет совершенно любой симптом. То есть это возбуждение, которое находится здесь, в этой области. Начинает, собственно, через соседей передаваться по цепочке, и так формируются симптомы. Понятно? Это может быть телесный симптом. Ну, например, вместо того, чтобы осознавать свои границы, вот человек, например, может, не знаю, для этого годится хорошо какой-нибудь телесный симптом кожный. Например, неродермит. И, например, на уровне, соответственно, контакта осознается этот некий симптомчик. И граница вокруг чего выстраивается. Понятно, да? Но до ее осознавания. Понимаете? Астма очень хорошо подходит. Ну, например, если человек не может говорить о своих границах, соответственно, с своими недовольствами тем, той ситуации, которая есть в семье, например, как правило, это характерно для детей. Астма начинается в детском. В возрасте это не обязательно так, но довольно часто. Кстати, это тот тип астмы, который бесследно проходит 18 лет, когда ребенок поступает в другой вуз, в другой город уезжает. Вот. И, собственно, ну, как только на ребенка начинает задыхаться, папа, мама, все вот так, все как шелкают. Власть ему возвращается. Понимаете, да? Это единственный способ, у которого он может обойтись с этой потребностью в границах, например. Понимаете, да? Это может быть любой симптом. Болезнь, перелом, что-нибудь еще. Если, собственно, потребность признания не получается у ребенка, то он может, когда ранние бихевиористы сильно обломались, вот почему появился этот принцип, собственно, сначала он и появился в скиннеровском бихевиоризме, сначала принцип наказания, да? Ну, когда поняли, что стимул реакции этого недостаточно. А потом негативное подкрепление. И оказалась, соответственно, интересная вещь, что если ребенка наказывать за двойки, но не хвалить за пятерки, то он будет приносить одни двойки, чтобы получить хоть что-то. Понимаете, да? И в какой-то момент, собственно, наказание становится подкреплением, потому что единственный способ это получить чего-то от родителей. Понятно, да? Ну и так далее. Также можно обращаться с сексуальной потребностью при помощи, например, потребности в отстаивании границ. Как только появляется сексуальное возбуждение, устраивайте смело скандал со своим мужем, и, собственно, секса не будет. И вы будете чувствовать, что вам уже хорошо. Вы разведились. Потому что потребность, через которую вы говорите в отстаивании границ, она даст возможность сбросить это напряжение. Внимание, любой симптом является способом реализовать потребность. По сути, симптом это способ организовать контакт с другими людьми по поводу той потребности, которая сейчас является фигурной.